всем привет друзья с вами михаил маркин и сегодня я расскажу о своих впечатлениях от выставки васт которая была в гостинице метрополь на этих днях выставка которую я посетил отдельный обзор на выставку делать не стал в общем то не захотел но понюхал некоторые ароматы и кое-что даже в итоге себе прикупил что-то мне дали на попробовать и про это сегодня расскажу также расскажу про железнодорожные ароматы почему потому что я с этой выставке в итоге принес ароматы во-первых как все кучку взять наверно так поступим во первых это бульвар дмитрий донского а во вторых это во вторых это вот такая вот да вроде сфокусировалась во первых это бульвар дмитрий донского вот александр и глюк парфюм который я давно хотел попробовать прям мечтал его попробовать вот но как-то вот все руки не доходили вслепую брать не хотелось но вот она была на этой выставке и в итоге затестить во первых я затестил все ее ароматы во вторых взял себе пил бульвар дмитрий донского и коль он посвящен метрополитену и даже не просто метрополитен а конкретно это аромат железной дороги как заявляет по крайней мере александра сегодня мы про это поговорим также достались мне пробники от он парфюмс парф полочка интересная девушка в принципе с интересным каналом и парфюмерия я на нее подписан она на меня подписана у нас там общие подписчики иногда комментарии думаю и собственно говоря несколько парфюмов которые мне вроде как плюс-минус там зашли я взял на затест попробовать вот заодно покажу еще кучу ароматов железной дороги которые у меня есть даже не кучу а в целом немножко подытожим вот это направление и к чему меня привели мои изыскания по самой выставке в общем-то все как обычно какие-то бренды добавились появился прикольный бренд из белоруссии интересный никита по моему но потом в комментах напишу что это за бренд такой довольно модный еще и чувак в пиджачке там даже пиджачке в жилетке никита по моему зовут его сотоварищ там несколько учеников в общем наваяли парфюмов и парфюмы некоторые из них довольно таки интересные получились жаль что них не продавали так бы точно бы себе на обзор купил потому что парфюмы интересные вот кстати чем было интересно конкретно эта выставка там проходил конкурс на табачные ароматы я в итоге прошелся там кругом по всем табачным ну точнее по всем парфюмерам посмотрел все ну или почти все ароматы что они вставляли табачный конкурс и в принципе по большому счету по-настоящему меня кроме вот этих белорусских табачных ароматов которые они делали на абсолютах табака и еще табака от ольги графской которая тоже есть к другой этой выставке принципе меня как бы особо ничего не зацепило потому что ничего принципиально нового я к сожалению там не увидел но все достаточно типично табака ваниль с понтами фрэнк баклея табака с понтами каким-то авердозом там чего-нибудь но в общем и в целом вот именно в плане самого табака ничего новое там не услышал везде один тут же надоевшие сладкий табачный лист сделанный с может быть разными нюансами где-то одни оттенки где-то другие оттенки но в общем и целом вот как-то не было ни одного парфюма про которое могу сказать что вот он прям пахнет сигарой что он пахнет дымом сигары что он пахнет хотя бы сигаретами там любимом сигарета почему-то такого там не было от слова совсем и даже вот эти белорусские ароматы которые попробовал в них табачка побольше но все равно вот для моего личного идеала как-то не дотягивает но зато вот у белорусов при том что вот опять-таки как-то бачка это не прям идеал идеал сами парфюмы получились довольно классная но это что касается табака много были там некоторые товарищи за рубежа был один товарищ забавный квази итальянец россии не челдине который выставила там ароматом кстати тоже неплохие ароматы и сами практически одних самых дешевых на этой выставке были потому что опять-таки вот ниши вот это 15 тысяч за 30 миллилитров 9 тысяч за 30 миллилитров это принципе такая средняя цена не низкая такая достаточно типовая для вот этой самой ниши а у него ароматы были подешевле и товарищ этот у него итальянский бренд и сам он выглядит как итальянец и одевается как такой фронтовитый джентльмен итальянец в хорошем пиджаке одна закавыка что он сам нифига не итальянец когда я спросил кто это такой поэтому итальянец который купил у меня первый аромат и его именем я назвал эти парфюмы ну короче такой себе но сам чувак кстати прикольный на внешний вид и о парфюмах рассказывает видно что увлечен этим делом довольно занятный был товарищ парфюмы тоже ничего так но мне не забили настолько чтобы за них там отваливать как бы денежки вот вот немножко предыстории о вас в принципе что там еще было из интересного большому счету ничего табачных там как таковых чего-то выдающегося не было белорусские парфюмы понравились как всегда была камилла робинзон робинсон как всегда были там счетки товарищи которые качают со дня на день иностранных поставщиков точнее производители парфюмерии стало еще меньше интересных вот но собственно говоря зато там все вот эти недостатки для меня слегка покрыла то что во первых это встретил пар в полочку во вторых я там встретил свою подписчицу которая довольно занятно подошла и спросил я ли электропарфюмер на что я ответил что да это я электропарфюмер вот спасибо за хороший отзыв в моем канале было очень приятно услышать что именно мой стиль подачи если это можно так назвать вот это вот именно заходит и вам понравился в принципе был очень довольно таки приятно ну и вот то что там был александр глюк я честно говоря хотел эти парфюмы очень давно еще несколько лет назад и как-то все вот это вот как-то было неизбыточной мечтой а как я увидел александр глюк сразу меня туда понесло вот перенюхал все ароматы если говорить чисто как о парфюмах без тема железной дороги а вот именно на тему носибельности самый интересный пожалуй там был аромат пушкинская аромат такого мармелада такой хороший прям кремовые побелки и звездки здоровское ощущение прям можно внюхиваться и внюхиваться пушкинская мне понравилось вот для нас для парфманьяков конечно не хватает аромата комсомольская или аромат трех вокзалов чтобы там была и желатинка и санинка и навоз и кони ну что-то вот в этом духе вот короче что то вот в этом духе вот такого не хватает в ее клеидоскопе если бы такое в ее клеидоскопе было то конечно но не уверен что на это нашлись бы покупателя кстати там на этой выставке еще вручали какие-то диплома и была там смешная шутка что мол факт вручения диплома том что парфюмер в общем-то не говорит о том что твои работы будут востребованы то же самое с ароматом комсомольской наверно аромат то вышел бы прикольный бы но были были у него продажи еще конечно не вопрос еще в александры в люк каким-то образом ей удалось сделать фишку что ее аромат на какой-то станции метро прям распыляю там чуть ли не каждые пять минут я аромат был выбран по итогам голосования что конечно само по себе не очень будет наверное я потому что тот аромат за который ты проголосуешь потому что он тебе понравился здесь и сейчас не факт что он тебе понравится если ты будешь его вдыхать не знаю там полчаса час даже 10 минут находясь в вагоне и плюс изо дня в день ты же ведь как правил едешь на метро для тебя не такое событие что уехать ним раз в год едешь там каждый день на какой-то станции тут вопрос чертом подходит ли парфюм для того чтобы его вот именно так каждый нюхать можно с голосом ты промахнуться вот ну оставим бульвар дмитрия донского и железной дороги напоследок я покажу интересные ароматы сейчас начнем с пар в полочки собственно говоря тут по их творениям, что я вкратце могу сказать. Я сразу скажу, я не обещал рекламировать, и рекламировать их не буду. У них стояла витринка с разными-разными ароматами, и мне предложили выбрать парочку, которые мне понравятся, чтобы я их обозрел. Сразу скажу, выбрать мне было нелегко, потому что большинство парфюмов у них, в общем-то, технически хорошие, с точки зрения композиции тоже интересные, но они прям все бескомпромиссно женские, прямо от слова совсем. Вот ноль, что называется, хоть какой-то брутальности, тут прям чисто женские ароматы. И я с большим трудом наскреб себе из ее, так сказать, ассортимента вот этот вот маат и вот эту вот бестию. Я даже не помню, чем они пахнут, что там за нота. Будем сейчас нюхать на ходу, чем это пахнет. И то даже эти два аромата, они тоже, опять-таки, женские, но в них есть какое-то зерно, которое заставит меня их понюхать. Ну, заставит, короче, их понюхать, чтобы мне было не так уж сильно скучно. Еще из минусов парфюмерии On Parfums то, что у них во многих композициях прямо вот много мускуса. Мускус я не люблю. И еще для кого-то это может быть плюсом, а для кого-то минусом. У них в композициях, как правило, есть какой-то вот прям такой яркий акцент на чем-то одном. В принципе, это вот этот принятый в русской нише, так называемый овердос, оверхед, овердос чего-нибудь, передозировка. То же самое есть и там. Вот это вот модное слово овердос и передозировка, в принципе, преследует всю русскую нишу, как правило, из-за чего аромат становится хоть и концептуальная, хоть и интересная, хоть и прикольная, но она для повседневной носки, как люксовый парфюм, не годится. Как ниша, да? А вот люкс немного проседает. Многие, кстати, говорят, что вот я люблю русскую нишу и так далее и тому подобное. Ничего подобного. Мне русская ниша нравится. Мне, например, нравится Инкарно-молитва. Мне нравится вот творчество Александра Глюк, нравится какое-то вот творчество у тех же Омперфюмс, у Графской. Табак интересный получился. Но проблема в том, что это вот как раз таки именно все такая оголтелая ниша. И ниша получается даже там, где хотели сделать носибельный аромат, everyday carry, как говорится, носимый каждый день. Вот именно с люксовых парфюмов, селективных парфюмов у нас, к сожалению, в русской нише нет. Но это не говорит о том, что нишевые русские парфюмы, они плохие. Нет. Они хорошие. Просто не хватает именно такой носибельности. Вернемся же теперь к Маату. Наталья Ден. Парфюмс Сейд Табака. Маат и Бестия. Чем они все пахнут? Я, конечно, их разносил, но разносил по чуть-чуть и помаленьку. Потому что, опять-таки, история женская, разнашивать больно много особо никак бы незачем. Что можно сказать про Маат? Во-первых, он достаточно пригушенный. Он достаточно интимный. Он женский. Он мускусный. Он кремовый. Немножечко, как будто бы чуть-чуть с молочностью. И есть в нем какая-то такая своеобразная алкогольность. Что-то наподобие, может быть, даже бренде. Но, в целом, такой достаточно безобидный носибельный парфюм в духе парфюмов ИНИТИО, в духе ЛАТАФА ВИНТАЖ РАДИО. И вот это, как раз, в принципе, тот редкий случай, когда его можно было бы назвать парфюмом на каждый день носибельным. Есть в нем некоторая лактонность. И есть в нем некоторая толика такой, знаете ли, пудровости или чистой женской кожи. Я, честно говоря, не помню, что здесь за ноты, о чем этот парфюм. Но он, в общем-то, такой, знаете ли, что-то называется вторая кожа. Только вот с мускусом. И пахнет он, в принципе, кожей с уходовыми средствами. И пахнет он не сильно. И, в принципе, вот он был бы носибельным на каждый день. И, наверное, он как раз таковым и является. За исключением того, что все-таки вот лактонность, она здесь с одной стороны в тему, а с другой стороны она какая-то вот гиперреалистичная, даже, я бы сказал, очень хорошо сделанная. Из-за чего... Ну, хотя, на самом деле, кажется, я придираюсь. Вот, наверное, вот этот мат. Тот редкий случай, когда у русских получился действительно люксовый парфюм. Он люксовый, он не пахнет как-то супердорого. Он не пахнет прям вау. Он удивлять вряд ли кого-то будет, особенно искушенного любителя. Но он пахнет приятно, он пахнет носибельно. В нем есть своя изюминка вот с этой молочностью и телесностью. В принципе, как бы, что нам еще надо. Следующий аромат – это бестия. А бестия, конечно, опять-таки сугубо такой женский парфюм. Причем, если предыдущий подойдет вообще, как бы, любой женщине, то этот чувствуется уже более такой возрастной, что ли. Лет ли я 30-35 и выше. Хотя мне саму столько же лет, поэтому что я тут рассусуливаю. Пахнет он коноплёй со смородиной. Но в отличие от бойсфрутата и ежи с ними, здесь чувствуется, опять-таки, мускус и чувствуется свадость, из-за чего парфюм становится таким довольно-таки, на самом деле, женственным. А бойсфрутата, каннабис, по сравнению с ним, становится прям довольно-таки бескомпромиссным, мужским. Но зато здесь действительно хорошо сделаны лист смородины. Ни ягодки, ни сок, ни дерево, а именно вот запах листа смородины. И здесь лист смородины сделан достаточно хорошо. Он сделан лучше, чем в Ксержов Акварегии, например. Он сделан лучше, чем... Чего же там сейчас смородина-то пробовал? Ну, короче, вот из того, что в Золотом Яблоке на текущий момент есть смородины, вот эта смородина здесь пахнет лучше всего. Здесь смородина пахнет лучше, чем в Авентусах. Короче, здесь крутая смородина. Но из-за этого немножко устаешь. Вот, носибельность на каждый день на подвопросом. Конопля с смородиной это такое, ну, сочетание. Опять-таки, это ниша. И больше все-таки женская. Вот за счет этой мускусной сладости больше женская. Но смородина мне понравилась. Смородина вот прям сделана здесь крутейшим образом. Ну, конечно, девушки вряд ли расскажут секрет, что за абсолют, вещество они сюда положили в качестве этой самой смородины. Но смородина сделана хорошо. Девушки, кто любит смородину, попробуйте вот эту бестию. Она, в принципе, интересная, она того стоит. Ну, и последний, это свит табака. Это вроде они сами самодеятельностью сунули. И, скорее всего, свит табака мне не понравилась. Хотя, что-то я уже, честно говоря, нифига не помню. Тут фиолка. Закрывайся. Ну, вот, да. Это вот, блин. Распылил всю эту фиолку себе на руку. Вот эта фиолка, когда я там нюхал, она мне, в принципе, как раз-таки не понравилась. Вот этот свит табака от Omperfumes. Но, опять-таки, во-первых, он какой-то женственный. И он какой-то вот молочный. Опять же, здесь как будто вот есть малый толик мускусности. Хотя, насчет последнего, может быть, ошибаюсь. Но, во-первых, опять-таки ощущается больше женским. Вот. Во-вторых, он не пахнет ни сигарой, ни сигаретой. И даже табачным листом, откровенно говоря, не пахнет. Тут или они использовали Абсолют. И использовали Абсолют неумеючи. Как мне сказал тот белорусский товарищ с парфюмом. Блин, забыл, как его зовут. А жаль. Товарищ интересный. Он тоже там долго мудрился с Абсолютами табака. И у него особо ничего не получалось. Потому что, мол, малейшая диспропорция, неопытность. И весь табак из Абсолюта табака волшебным образом куда-то исчезает. Ровно счетом здесь то же самое. Он пахнет каком-то... Какой-то кокосовой деревяшкой с жирной, с маслом. Немножко такой муссовости, пудровости. Он какой-то женский. И табака здесь, откровенно говоря, нет. Это вот для меня прям не табак, не свит табака. В общем, полная фигня. Кто любит табак, это вот прям вообще не ваше. Ну, из хороших, те, кто ищет такой деревянно-маслянистый аромат, молочный, пудровый, опять же, числа женщин, возможно, это вам зайдет. Потому что, когда речь идет обычно о женских деревяшках, тем более муссово-пудровых, как правило, получается какая-нибудь фигня. На постном масле. А здесь вот именно с точки зрения деревяшек, муссовых и пудровых, работа интересная. Назовите его не свит табак, а, не знаю, там, свит вуд какой-нибудь, или милк вуд. Вот милк вуд, кстати, было бы хорошее название для этого парфюма. Я бы прям вот... И сюда бы чуть-чуть в актомности подсыпать. Получился бы просто офигенский аромат. Особенно, если его подвинуть в сторону унисекса. Было бы интересно. А так, в плане табака, нет, не интересно. От слова совсем. Ну вот, свое мнение об них я сказал, как и обещал. Рекламу делать не стал, а рассказал все честно и как есть. Кому этот парфюм подойдет, кому не подойдет. Область применения. Теперь подойдем к Александре Глюк. Парфюм у него поставляется в такой вот мешке. В комплект вложена у нас черно-белая открытка. Такого плана со станции метро-бульвар Дмитрия Донского. Парфюмерная вода, натуральное распыление, органические ингредиенты. Вот, кстати, оборотная сторона. Кому интересно, можете почитать. Стесняюсь спросить, а что означает натуральное распыление-то? Что это вообще означает? Органические ингредиенты. Это прикольно. Парфюмер Александр Глюк. Вот, кстати, здесь, возможно, просто вот обратите внимание, возможно, вы это переводили в гугл-переводчиком, потому что здесь, например, написано у вас Парфюмер Александры Глюк. Тогда как должно быть Парфюмер Александра Глюк. Ну, это мелочи, конечно. По нотам здесь Кардамон, Бергамот, Зира, Табак, Деготь, Кедр, Сандал, Можжевельник, Бобы, Танка, Тимьян, Шалфей. Вот. Обещается, что это Парфюмер Метрополитена. И сразу скажу, как Парфюмер Метрополитена, он, откровенно говоря, для меня немножко все-таки слабоват. Почему? Начну, в принципе, немножко с предыстории. Что такое аромат железной дороги? Во-первых, аромат железной дороги, он бывает довольно-таки разный. Аромат Метрополитена, он свой. Аромат железной дороги на открытом воздухе свой. Аромат железнодорожного туннеля свой. Аромат железнодорожной техники, опять-таки, свой. И аромат всего этого после дождя, опять-таки, тоже совершенно свой. Простой пример. Чем пахнет Московский Метрополитен? Он пахнет смазкой, смазкой букс, графитовой смазкой для контактного рельса. Он пахнет самими рельсами. И пахнет, как правило, сырым, мокрым бетоном. Вот, собственно говоря, вот все, чем он пахнет, Московский Метрополитен. Чем пахнет железная дорога? Она пахнет щебнем. И в первую очередь, наверное, все-таки пахнет именно щебнем. Он пахнет уже как раз-таки криазотом, потому что во многих местах у нас используются до сих пор деревянные шпалы, которые криазотом пропитывают. Бетонные шпалы уже так не пахнут, например. Он пахнет отработанным мазутом, который сливается из тепловозов на этот самый щебень. Сам щебень, он зависит от того, мокрый или влажный, пахнет тоже по-своему. Ну, собственно, как бы и все. И здесь криазот, это не деготь, это не березовый деготь, это смесь. Причем смесь, насколько помню, которая по факту еще и частично содержит продукты нефтеперегонки. И шпалы всем этим пропитываются. И самые шпалы тоже дубовые. И по чесноку говоря, аромат, который бы точно воспроизводил метрополитен или железную дорогу, мне не попадался. Но не спешите расстраиваться. Во-первых, скажу сразу свои мысли про железную дорогу. Во-первых, тут пара моих мыслей. Кто создаст аромат сырого бетона без чего бы то ни было этого лишнего, тот в точности прям будет в 5 секундах ходьбы точного воссоздания аромата метрополитена. А тот, кто сумеет воссоздать аромат мокрого щебня, будет точно так же в 5 секундах ходьбы от аромата соответственно обычных железных дорог. Особенно, если удастся передать хрустящий аккорд, хруст, как, например, в некоторых парфюмах, особенно тот, который у меня вот такой зеленой малахитовой крышкой, забыл, честно говоря, как он называется. Но, в общем, там есть так называемый криспий аккорд в составе, и он пахнет так хрустяще. Вот, хрустящий щебень, там достаточно будет совсем небольших намеков надегать на дым, да на что угодно, чтобы он стал окончательно безповоротно ассоциироваться с железной дорогой, потому что, когда вы идете по железке, что вы делаете? Правильно, вы идете по щебню, он у вас под ногами хрустит. Тот, кто сумеет передать аромате хруст этого щебня и его аромат сырого или разогретого солнцем, тот попадет прямо в точку. Боевар Дмитрия Донского не передает сырости Метрополитена, поэтому он идет по такой стандартной стезе квази-железнодорожных ароматов, которые берут свое за счет дегтя, за счет криозота и тому подобных штук. Но перед этим, перед тем, как посмотреть на аромат Дмитрия Донского, вкратце пробегусь по тем ароматам, которые у меня уже есть и которые, на которые могут наткнуться те, кто ищет железнодорожные ароматы. Первое, это Нос Perfume Сила, мощняцкая же штука, очень концентрированная, очень насыщенная. Здесь тоже есть деготь, издеготь такой хороший, и криозотность есть, но к большому сожалению, кроме нее и дыма, здесь по большому счету ничего нет, поэтому железнодорогой не пахнет, он не пахнет нищем он не пахнет рельсами, есть в нем что-то от тепловоза, но так весьма отдаленно, поэтому да, это близко к железнодороге, но все-таки это не стопроцентное попадание в яблочко все-таки. Про ароматы Бафорт и говорить нечего, ни один из них не видит ничего общего с железнодорогой, это просто дым в разных степенях сочетания, причем дым даже не тепловозной. Поэтому тоннер, кто будет попадаться на него в плане железнодорожных ароматов, да и в принципе весь Бафорт Лондон, это прям мимо. Проходите мимо. А вот какие действительно удачно попали в образ, так это, как ни странно, Мондаст и Нью-Йорк. за счет того, что здесь передано хорошо такая вот подвальная плесневелая, прям бетонная, с трухлявостью, с плесенью, порошковидная сырость. Так пахнет прям в туннеле метрополитена. Это прям запах туннеля метрополитена. Вот если сюда добавить немножко дегтя отсюда, то я думаю получилось бы прям вот интересно довольно-таки. Но тем не менее, вот аромат метрополитена, на мой взгляд, который ближе всех подошел к этой теме, хотя он вроде как не содержит ни грамма криазота. И дегтя-то в нем не чувствуется. Вот такая вот штуковина. Ну и самый железнодорожный аромат, что у меня есть, как ни странно, это дешевенький из далеко не топового арабского бренда, Хайлес Блэкут. Замес настолько жестокий, что уже здесь начала на нем как-то плавиться вот эта вот пластиковая крышка, куда попадает этот аромат. Она просто плавится. А пахнет он вот этот Хайлес Блэкут. Кстати, кстати, в интернете пирамида на него как будто бы от аромата Баффорд Лондон. То есть, на каких сайтах пишут, что тут бренди, морская соль, там Лайм. В общем, то же самое, что в Баффорте. Сразу скажу, что это нифига не клон Баффорта. Ни разу. Пирамиду, скорее всего, кто-то скоммуниздил, выставил, и так оно и пошло, поехало. На Баффорта он не похож. Чем же он пахнет? На самом деле, очень похоже пахнет от тепловоза маневрового, который называется ЧМЭ3. ЧМЭС, ЧМУХА. Все, наверное, ее видели. И вот именно так, когда она работает, работает дизель, именно так и пахнет. Именно в основном вот этим тепловозом, мазутом, выхлопом, металлом, салановатостью этого самого металла. И где-то в отдалении криозотной шпалы, где-то в отдалении может быть чуть-чуть щебня. Ближе всех подошел к аромату железной дороги, вот как ни странно, Халис Бэк Ут. Но он в первую очередь пахнет тепловозом, и только во вторую очередь отдаленно самой железной дорогой без тепловозов. Вот такая вот штуковина. Как ни странно, один из самых дешевых арабов в моей коллекции. Халис Бэк Ут. Бульвар у Дмитрия Донского до аромата метрополитена честно говоря, далековато. Ну, именно до реалистичной передачи. И до аромата бундаст с точки зрения передачи туннелей далековато. И до тепловоза ему здесь далековато. А что же здесь на самом деле есть? Я вот, честно говоря, не помню. Я вот, кстати, даже, возможно, здесь не прав. И, может быть, этот аромат Александр Иглюк не задумывался как аромат метрополитена. Вот если он задумывался как аромат метрополитенной станции, то вот это уже будет ближе к теме. потому что он пахнет железнодорожной смазкой, немножко граффитика и отголоски людей как будто бы. Тем более, бульвар Дмитрия Донского это, по-моему, такая довольно напряженная станция. Там проходит достаточно большое количество людей вспотевших, злых, напарфюмированных. И вот какой-то вот парфюмерная передача здесь этого присутствует. То есть вот этот вот креозод, деготь отдаленный такой вот метровайп, метроощущение нереалистичное, не прям густое-густое. И на этой станции метрополитена, соответственно, такой вот иллюзорный когда-то проходили такие иллюзорные люди. Кто-то вспотевший, кто-то воняет, кто-то чем-то надушился, кто-то приятным. И тоже вот эти вот две иллюзорности сталкиваются и получается такой вот довольно-таки не очень плотный аромат. В плане всяких дегтей вот эта сила от нос-перфюмера это реальная сила. Она мощнее этого аромата раз так в пять. И это жесть. Здесь настолько мощный деготь, что у нас из-под клопачка какие-то огурцы начинают уходить перекисшие сто лет назад. Это парфюм достаточно легкий, он даже, я бы сказал, носибельный. Это именно парфюм для таких модных парней и девушек, не парфюмьяков, которые хотят вот так вот краешком глаза немножко напрыскаться, чтобы можно было рассказать, что вот смотри, аромат бульвара Дмитрия Донского, передан аромат в метро, передан аромат людей в этом метро, спешки, фото, и при этом передан так, что это будет нюхать и думать, ну, действительно, что-то в этом есть. Действительно, есть люди, действительно, есть немножко метро, и никто не скажет, как с кучей вот с этим ароматом, или вот с этим, или вот с этим, что, мол, а чем ты набубениваешься-то? Нам такого не надо. Вот это вот именно как раз хорошая парфюмерная передача образа цельного, но фантазийного, как картина, но не как фотография. Это как, скорее, такой акварельный пейзаж с зарисовками и с определенной идеей. А за реализмом пока вот все-таки я буду идти к Халис Блэкут, к Мондасту, опять-таки, и, может быть, к Силе, но это, конечно, дега-дегать. Все остальные дымные парфюмы, которые у меня были на канале и мелькали в моих подборках, обзорах, они, в принципе, вообще не железнодорожные. Все-таки, иметь криазот и дым мало для того, чтобы быть железнодорожным. Опять же, возвращаясь там, с чего я начал, аромат железнодороги не только криазот, это и аромат окружения вокруг, сырости метрополитена, там всегда где-то подтекает водичка, она течет. В случае это с обычной железнодорогой, это хрустящий по ногам щебень, в общем-то, вот, и это все нужно суметь передать. Но пока еще ничего такого интересного не встречалось. Но если вы знаете парфюм, который пахнет железнодорогой по моим критериям, который я назвал, то пишите, я их смело возьму на затест и сниму обзор. Да. Но тем не менее, гештальт закрыт, я хотел бульвара Дмитрия Донского, и я его получил. Все-таки, где еще найдет парфюм с таким названием? Да нигде. Есть еще один парфюм на примете у другого русского производителя парфюмерии, но про это как-нибудь в следующий раз, когда руки дойдут, сниму обзор. А на этом хорошего дня, друзья, и всем пока, до новых встреч.